Жестокую резню в ромском таборе во Львове организовали обычные львовские школьники. Напомню, накануне ночью неизвестные в масках с ножами напали на временное поселение ромов. Во время этого погрома погиб один человек, пострадали еще двое парней. Один в тяжелом состоянии находится в больнице, его уже прооперировали. Среди раненых также 10-летний ребенок и женщина, которая пыталась за него заступиться. Все подробности расскажет Галина Якушко. 24-летний Дави, который погиб накануне во время нападения на табор ромов, бедствовал. Во Львов семьей приехал заработать денег, рассказывает староста ромского поселения села Баркасово. Сегодня он и еще несколько десятков представителей общины в Ужгороде. С плакатами «Нет расизма» на разных языках люди выстроились возле обл. администрации. Требуют от властей наказать убийц по всей строгости закона. Он мирный, спокойный, не пьянец. Они в Львове ехали, там какая-то свалка, там люди, что заработали на хлеб. Они бутылки собирали, металом собирали, пластмасс, и ничего не попало. Они так хотели заработать на жизнь. Они не богатые люди. У нас это болит. Вбивать человека, потому что он ром. Прийти вечером в масках, с ножем, и зарезать людину, и зарезать детей, женщин, это не нормально. Неужели нам не можно поехать в Львов, в Тернополь, в Киев? И каждый из нас с Ромом. Дави убили несколько подростков. Это ученики львовской школы. К нападению тщательно готовились. На бумаге рисовали план захвата ромского табора и план отступления. Также составили список участников, рассказывают в полиции. Сейчас школьников допрашивают в присутствии родителей, ведь они несовершеннолетние. Нападавшие состояли в неофициальной организации «Трезвая и злая молодежь», жили в одном районе. Свой офис обустроили в гараже, не подалеку от ромского табора. В помещении правоохранители нашли неонацистскую символику. Они, как бы, сгуртывались совсем недавно, чтобы брать так по времени, в межах, в несколько месяцев. Их объединял вот этот один старший, которому уже 20 лет, с метою наведения порядка в Львове. Такие где-то идеологические идущие закиды. Семерым несовершеннолетним участникам нападения и 20-летнему организатору, его зовут Андрей Тычко, уже объявили подозрение. Информация о нем скудная. Известно, что парень учился в ПТУ, искал работу консультантом. Под его руководством школьники сначала занимались уборкой собственного района. Затем ополчились против тех, кто мусорит, бездомных и наркоманов. Позже и против рома, собирающих макулатуру. В школе, где учились парни, случившимся, шокированы. В таком веке, они очень хиткие, у них и такая психика. И поэтому очень легко можно их подборить. Власне, нужно шокать людей, которые способны на это, которые взяли детей под свой вплив. Подозреваемым инкриминируют сразу несколько статей, среди которых умышленные убийства, совершенные группой людей по предварительному сговору. И разжигание национальной и расовой вражды. Организатора будут судить еще и за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Галина Якушко, Марина Коваль, Юрий Голубенко, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Я напомню, что событиям во Львове предшествовали несколько нападений на ромские поселения. Наиболее резонансные в этом году произошли в Киеве. В апреле праворадикальная организация СИ-14 сожгла палатки ромов в парке на Лысой горе. 7 июня представители национальных дружин снесли постройки ромов в Голосеевском парке. Это происходило в присутствии полиции. Никто из представителей ромов тогда не пострадал. Участники этих акций заявляли, что таким образом они борются с антисанитарией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...